Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня у нас визуальная новелла, трогательная история под названием «Прощай, мы видимся с тобой в последний раз». Мне уже не терпится. А эта визуальная новелла должна быть коротенькой, поэтому мы уложимся в одну серию. На мосту стояли два человека. Парень и девушка. Они улыбались и смотрели друг другу в глаза. Вдруг парень прошептал «Я все знаю». Девушка с ужасом отшатнулась. На сцене появился третий участник драмы «Нож». Труп упал и скрылся в бурлящей реке. А что же произошло? Что он такое все знает? Но это в последний день. А сейчас этот парень не понравился ей с самого начала. Что-то в нем было не так. Но зачем убегать от человека, который ничего тебе не сделал? Глупости. Ты живешь не в этом районе. Откуда я это знаю? Я здесь часто хожу, но не видела тебя раньше. Сумки в руках у тебя нет, значит, вряд ли ты ходил по магазинам. Встретиться мы не договаривались, я бы это запомнила. Но ты сейчас здесь. Из чего я делаю вывод, что ты меня преследуешь? Вовсе нет, я просто проходил мимо. Ни за что не поверю. На самом деле, все мои наблюдения не пустой фарс. Дело не в этом. А в том, что я читал гороскоп на сегодня. Там было сказано, будьте осторожны, в течение дня вас ожидает неприятный сюрприз. И у меня нет сомнений, что имелось в виду встреча с тобой. А разве гороскопы не чушь? Тот, кто не верит в судьбу, пострадает от нее больше всего. Вним ли моим словам? Тем более, случай, подобный сегодняшнему, в моей жизни уже был. Тогда все было еще проще. Мне обещали знакомство, о котором я пожалею. И вот однажды мы с друзьями культурно выпивали. Вдруг ко мне подошел какой-то парень. Я сидела на скамейке и потихоньку глоток с глотком опустошала банку. Он сел рядом и полчаса смотрел на меня, как завороженный. Казалось, он вздрагивал с каждой выпитой каплей. А затем ушел, не сказав ни слова. Напомнить, кто это был? Да, так мы с тобой и познакомились. Тогда ты тоже просто прогуливался мимо. Да. В тот раз ты еще не был у меня под присмотром. Но сейчас я уверена, что ты шел за мной из самой школы. Петлял и никак не решался подойти. А я, бам, решилась сама. Ладно, ладно. Я шел за тобой. Преступник пойман с поличным. Ну же, хватит устраивать дурацкие игры. Спрошу прямо. Что ты от меня хочешь? Да ничего особого. Я просто подумал, что ты интересная. Может быть. Казаться интересной единственное, что я умею в этой жизни. Да и то не всегда получается. Например, есть у меня одна дурацкая шутка про крокодилов. Рассказать? Впрочем, неважно. Если это действительно все, то я готова торжественно принять тебя в ряды моих друзей. Но, чтобы со мной подружиться, нужно пройти просвещение. Сейчас ты ведь ничего обо мне не знаешь. Она начинает мчаться по мостовой. Он бросается следом. Топот ног, несущихся вслед за ней, режет уши. Эти звуки заглушает ветер. Он окутывает ее и продолжает нести вперед. Раннее весна. Небо. Бежать, не смотреть под ноги. Остановиться. Смеяться, запыхаться, чуть не упасть. Наслаждаться его обескураженным взглядом. Понял? Что именно? Дурачок. Точно полный дурачок. Жизни надо радоваться. А я рад, что ты ничего обо мне не знаешь. Я вот совсем неинтересный человек. Да и ты можешь начать относиться ко мне по-другому. Но она не слушала его. Не его, а заполняющий уши ветер. Умеешь танцевать. Я? Ну... Не важно. Танцуй. Парень застывает и неловко смотрит то на нее, то на землю. Она только фыркает. Затем пускается исполнять что-то дикое и только ей одно понятное. Наверняка вот эти вот танцы из тиктока. Мечтаю однажды сосчитать все звезды. А я... Молчи. Так ночь будет тянуться дольше. Был и другой способ не думать. Замедляйся же, замедляйся. Как же легко управлять временем. Часы, минуты, сколько они уже здесь. Неважно. Скрип. Еще один. Он, очевидно, от обуви. Да перестань же ты дергаться. Вдруг до нее доходит, что он просто хочет уйти. Подожди. Кто-то по знаку зодиака. Близнецы. Так вот почему он сразу ей не понравился. А я скорпион. Какая же у нас с тобой плохая совместимость. Она нашла загадку. Мысли вырвались из клетки. Их вдруг стало невыносимо много. Они заслонили с собой всю реальность. Это не могло быть совпадением. Из транса ее вывел его смех. Настолько громкий, что она вздрогнула. Ни за что не поверю в гороскопы. Бывай. На следующий день оказалось, что сюрпризы не заканчиваются. Удивляться ей пришлось шепотом. Она сидела на уроке. Ты еще и подсел ко мне, маньяк. Тихие мальчики всегда что-то скрывают. Ты просто всегда сидишь одна. Вот я и подумал. Понимаю. Без свидетелей разобраться с жертвой гораздо легче. Кто же знал, что у меня будет такой подозрительный одноклассник. Опять болтаешь? Марья Ивановна, я тренирую мышцы рта. Меня зовут Тамара Валентиновна. И что? Я все равно буду вас звать Марья Ивановной. В таком случае придется звонить твоим родителям. У вас ничего не получится. У меня нет родителей. Когда игра в гляделки с Марья Ивановной заканчивается, Лена мельком смотрит на соседа. Она что, детдомовская? Не смотри так. Я просто не запоминаю имена людей, которые мне не нравятся. Тебя, кстати, зовут Мартин. Запомнила. А еще ты можешь меня поздравить. Я вернула свой телефон. Марья Ивановна вытащила его из моей сумки, пока я отходила в туалет. Представляешь? И она постоянно ворчит, что я не делаю домашние задания. Однажды она заперла меня в кабинете на выходные. Конечно же, отобрав телефон. А прыгать с третьего этажа мне не очень хотелось. В общем, выпустила она меня только тогда, когда я сдала ей все работы за четверть. Ой, приближается. К доске пойдет Лена. Видел. Она только что пообещала меня убить. Хотя это скорее напоминает публичную казнь. Лена! К доске! Что за недовольная ебала? Ты еще прощаться со мной не захочешь? Я и так не хочу с вами прощаться. Они обе фыркают. Тамара Валентиновна не знает, что девушка говорит правду. Она выходит к доске и через десять минут садится. Каждый день одно и то же. Это даже забавно. Стабильность. Есть что-то манящее в этом слове. Я разное, конечно, видала, но десять минут слушать, что цифру три и букву З нужно писать по-разному, это что-то выдающееся. Последнюю фразу она произносит практически неразличим. Почему я? Парень оклоняется чуть ближе и говорит заговорщически. Я думаю, она просто овен, упорная и хладнокровная. Ну нет, ставлю, что она дева. Именно из них выходят идеальные маньяки. И вообще, с каких пор ты разбираешься в гороскопах? Ура, улыбнулась. Чего? Нет, тебе показалось. А ты неплохой парень. Кстати, помнишь людей, с которыми я пела? Это мои друзья. Пойдешь после школы со мной. Надо вас познакомить. Мне считать это знаком доверия? Может быть. Буду счастлив, если сближусь с тобой. Торопыга какой. Два дня общаемся, а он уже рвется в личное пространство. Главное улыбка до ушей. Ишь! Он смеется, а затем почему-то становится очень хмурым. И не на миг, а на долгие минуты. О чем думаешь? Он медлит, прежде чем ответить. О тебе. Она растерянно хлопает глазами. Это лишнее. Ты слишком много думаешь, а я слишком много говорю. Мы с тобой замечательная пара. Он кивает, но снова погружается в мысли. Ей приходится слушать занудство, про стабальную систему оценивая. Повторение одного и того же в двадцатый раз. Нелегкая жизнь одиннадцатиклассника. Она зевает и смотрит в окно. Он, вдруг перестав щелкать ручкой со скоростью света, шепчет. А почему ты ушла из прошлой школы? Все-то тебе расскажи. Секрет. Через минуту объявляют, что пришли результаты пробных экзаменов. Бумажку, идущую по классу, подносят и ей. Довольно? Родители будут от счастья прыгать. У меня нет родителей. Ей не нужно смотреть на бумажку, чтобы понять, она не набрала и проходного балла. Взгляд невольно падает на строчку, в которую уткнулся палец Марины. Сто. Забавные детали, которым она раньше не придавала значения, лезут в голову. Мари Ивана так часто грозила вызвать чьих-то родителей в школу. Но в сторону Марина Лена почти не слышала упреков. Взгляд снова устремляется в окно. А, кстати, что ли это такое за имя? Марин или Марин? Первый раз вообще слышу. О результатах думаешь? Нет, об овсянке. Вот как? Зачем же о ней думать? А зачем о ней не думать? Она вкусная, я ела ее на завтрак. Более приятного предмета для обдумывания ей быть не может. А я люблю борщ. Пища богов. Да, борщ со сметанкой. Люблю закусывать черным хлебом, к слову. Никогда не видел, чтобы человек выглядел так несчастно, думая об овсянке. Ну, еще у меня, кажется, резко ухудшилось зрение. Мне вдруг показалось, что ты написал на сто. Нет, с твоим зрением все в порядке. Понятно. Надо меньше сидеть в телефоне на уроке. А то и не узнаешь, что в классе есть такие звездочки. Сейчас ты во всех смыслах сияешь. Да, мне даже не верится. Три месяца до экзаменов и все. Свободное плавание. Неограниченные просторы. Она кривится. Ты за долгое время первый, кто заговорил о датах. Разве? Мне казалось, учителя постоянно нас подгоняют. Говорят, что осталось немного. Я научилась их не слышать. А ты... Ты меня предал. Как незаметно летят уроки, когда ты погружен в глубокие раздумья. Так все же. Пойдем знакомиться с твоими друзьями. Нет. Видимо, я погорячилась. Понимаешь, знакомить кошку с собакой... Ты вряд ли найдете тему для разговора. А я вообще-то уже настроился. В конце дня она окажется себе здоровым человеком. По ошибке попавшим в психиатрическую лечебницу. Мимо проходят группы особо бодрых пациентов. Определилась? Кем хочешь быть? Я считаю крайне важной борьбу с загрязнением окружающей среды. Подметать листья, чистить дорожки. Мечта всей моей жизни. Буду считать, сколько окурков выбросили мимо урны. Вот для этого и нужно учить математику. Вторая пошла. Чем хочешь заниматься, когда выпустимся? У моих друзей бизнес. Правда? Да. Хочу в нем поучаствовать. Буду почтальоном ниндзя. Доставлять людям маленькие, но очень важные посылки. Раскладывать их по разным местам. А потом бегать от полиции. Смешная ты. Как все переполошились. Помешанные. Знаешь, куда пойдешь после школы? Хочу стоять на дороге в эффектной позе. Буду радовать людей одним своим видом. Жажду, чтобы они отдавали деньги за возможность увидеть мое тело. Моделью станешь, что ли? Да-да, моделью. На трассе. Ага. Круто. Рад, что ты оборуделилась. В их следующую встречу вне школы нет ни ветра, ни звезд. Лишь покачивающийся женский силуэт встречает Марин. Выглядишь так, будто не спишь уже как минимум сутки. Хотя ты так выглядела и вчера, и позавчера, и до этого. Значит, где-то четверо суток? Без понятия. Не слежу за временем. Сон для слабаков. Ты всегда гуляешь так поздно. Сейчас уже... Бери это с глаз моих. Часы – это мерзость. А еще я ненавижу календари. Даже не знаю, что больше. Пойду куплю кофе. Я просто подумал. Для человека, у которого скоро экзамены, ты слишком часто бываешь на улице. Американо или капучино? Так сложно. Что же выбрать? Что же сильнее взбодрит? Если увидишь, что мои глаза закрываются, тряси меня. На протяжении следующих тридцати минут он постоянно вздыхает. Ты не могла ограничиться только кофе? Ага. Стекло холодит разгоряченные пальцы. Несколько раздраженное горло и замутненный рассудок – вечные спутники ее жизни. Третья за ночь. Ты их считаешь? Ну, может быть, третья и была лишней. Кажется, я сейчас похудею на пару килограммов. Надо кое-что выплюнуть. Много выплюнуть. Так, тебе это лучше не видеть. Дураки нужны, чтобы придерживать волосы. Тебе правда это нравится? Пить – моя судьба. Неважно, нравится или не нравится, от нее не уйдешь. Девушка открывает четвертую. Делает пару глотков. Ты эту собираешься выпить? Ага. Вдруг ей в голову приходит заманчивая идея. А ты, может, и не пил никогда? Хочешь попробовать? Держи. Прямо путь стал… Прямой путь стать ближе ко мне. Порчу хорошего мальчика. Эй, эй, ты что совсем? Зачем ты выхлебала всю бутылку? Это вызов. Будем соревноваться, кто больше? Я пью с десяти лет. Мои навыки безупречны. Тебе меня не перегнать. Ну, ты, конечно… У меня даже денег нет на новую. Зачем? Зачем? Я просто вспомнил наше знакомство. Ты давилась и пила, давилась и пила. Жаловалась, как сильно тебе надоело дешевое пиво, но продолжала пить. Я тогда не мог отвести глаз. Дурак. Может, пойдем домой? Ни за что. Если я засну, мой день кончится. Пока что он длится вечно. Мировой рекорд, сколько дней человек смог прожить без сна, составляет меньше двух недель. Как ты собираешься не спать в вечность? Зануда. Ты просто свалишься посреди дороги, если продолжишь. Я провожу тебя до дома. Как осмелел. Пиво подействовало. Вижу, не стоило показывать, где я живу. В твою голову иногда начинают лезть странные мысли. Она продолжает брести, пока действительно не падает. Ее подхватывают и несут до двери квартиры. Жаль, что обо мне не напишут в книге рекордов. Она хочет заснуть. Правда, хочет, но дома всю ночь ее трясет. Вбивая поисковый запрос, она не может попасть пальцами по буквам. Она ищет то, что спасет ее. Находит. Ехать приходится в другой конец города. Куда она опять, что ли, за бухлом собралась? Как прокаженная, она озирается по сторонам. Никто не должен узнать. С деньгами, конечно, проблема, но разве следует о них думать, когда на кому стоит собственное спокойствие? Возвращается, держа за пазухой, словно сокровище. Ох, это незабываемое чувство новизны. Она проглатывает первую таблетку. Прекрасный способ уйти от реальности. Она, наверное, чем-то болеет. Что это за таблетки такие? День обещает быть солнечным. Прости за вчерашнее. Теперь все хорошо. Очень хорошо. Я бы сказала, безумно. О, урок. Самое время порисовать. Человечество издревле задается вопросами. Сколько на небе звезд? В чем смысл жизни? Ну или, в конце концов, почему дорожает гречка? В поисках ответов мы часто обращаемся к своему внутреннему голосу. Я спросила, чему равен синус 30 градусов? Подождите, я еще не дошла до этого. О, урок. Самое время поспать. Лена, какой ответ в пятом задании? Один. Неправильно. Два. Неправильно. Три. Девятьсот сорок семь. Не мешай. Мы играем в игру, сколько чисел можно перечислить за один урок. Разве не прекрасно? У нас с ней роман, построенный на взаимной ненависти. Продолжались обычные дни. Марин не замечал, что улыбка на ее лице становилась ухмылкой, как только он отворачивался. И что, оглядывая пейзаж из всех цветов, она смотрит только на красный. Объяснить тебе, как решать? Не надо. Мне уже объясняли. Безумие – это повторение одного и того же действия. Раз за разом в надежде на изменения. Цитаты великих людей. А ну, отдай мою тетрадь. Ты только зря потратишь время. Она тень, перемещающаяся по улицам этого города. Кажется, она побывала в каждом закоулке. Ночные прогулки – вот ее страсть. Вокруг столько счастливых лиц. Эти смеющиеся люди даже не догадываются, что в паре метров от них проходит девочка с ножом в кармане. Сегодня на классном часе мы поговорим о важной составляющей жизни каждого человека. О мечтах. Они толкают нас вперед, заставляют трудиться и смотреть в будущее. Какие мечты есть у вас? Хочу найти богатого мужа. А я – любящую домохозяйку. Ура, мы нашли друг друга. Встречаемся у меня дома в пять. Прокачу тебя на своем одноместном кабриолете телесного цвета. Букет тебе. Табора Валентиновна, мы больше не придем в школу. Дети, дети! А я вот хочу хорошо сдать химию. Кто о чем, а Марин всегда об учебе. Так и хочется кинуть в тебя колпачком от ручки. Прогулки в одиночестве продолжаются. Порой ей очень хочется вытащить нож. Ей не страшно, ей любопытно. Увидит ли она животный страх в их глазах? Что они предпринут? У них не должно быть счастливых лиц. Вот так вот, ребят, маньяки и появляются. Скорпионы вот эти вот по гороскопу. Хочу тебя препарировать. Знаешь, понять, как в такой маленькой голове столько всего помещается. Слушай, а расскажи мне про размножение богомолов. О, ну, они откладывают яйца. Да шучу я, раскраснился весь. Ты просто сегодня весь день из учебника по биологии не вылезаешь. Ну, контрольное, что поделать. Эти странные замашки отличников. Последний раз я готовилась в восьмом классе. Десять часов сидела и перечитывала конспекты. Написала на два. С тех пор перестала готовиться. Тебе правда помогает просто читать? Ну да. Скажи, когда был день Святого Валентина? С кем ты его провел? С учебником алгебры или учебником геометрии? Думаю, они за тебя подрались. Ну и дурак ты. Я обязательно кину в тебя колпачок. О, урок. Самое время поделать самолётики. Может, ты работаешь на батарейках? Где ты хранишь их? Как ты умудряешься трудиться круглыми сутками? А я не круглыми сутками. У меня всё по расписанию. Когда нужно отдыхать? Когда учиться? Как ты вообще включил в расписание наши ночные прогулки? Приходишь, сон, мешает готовиться. Разве нет? Просто иногда я боюсь оставлять тебя одну. Два месяца до экзаменов. Слышал про случай в 69-й школе? Какой-то парень ручкой проткнул глаз однокласснику за то, что тот списал его домашнее задание. Вот это, конечно, нервы сдали. Страх какой. Хорошо, у нас таких людей нет. Кстати, из прошлой школы меня исключили. Рука привычно тянется к белым таблеткам. Лена проглатывает одну, расслабленно вздыхая. Стены кажутся уже не такими серыми, потолок не таким обтрескавшимся. Она глупо пялится на свисающую паутину. Я бы тоже хотел быть новеньким, чтобы о моем прошлом никто ничего не знал. Впрочем, тебе тоже лучше не знать, чтобы мне не было стыдно смотреть в твои глаза. Ты, наверное, заметил? Я ни с кем толком и не общаюсь. А у меня много друзей. Они все воображаемые, но их много. А те ребята? Я их иногда называю друзьями, ради приличия. А так они просто собутыльники. Друзья это те, кто тебя понимает. Он щелкает ручкой. Прости, я лезу не в свое дело. Ты никогда не хотела обратиться к психологу? Дурацкий вопрос. Около двух минут она молчит. Я у него была. Затем молчит еще. Скажи, что бы ты подумал, если увидел мой рот закрытым? О, твоя челюсть бы просто выпала. Молчаливая Лена. Такое вообще бывает? Ты бы подумал, что меня подменили инопланетяне. Так вот, я ненавижу инопланетян. Они почему-то крадут меня именно у психологов. А потом, когда я выхожу из их кабинета, возвращают. Месяц до экзамена. Черт, черт, черт. Давно пора было собрать подписи, чтобы даты запретили на законодательном уровне. Я так надеюсь, что поступлю. Хочу быть врачом. Порой я тоже. Говорится, в людях, а потом продавать их органы. Весьма романтичная штука. А еще, учитывая, что она постоянно жрет колеса, она могла бы сама себе постоянно выписывать лекарства. Нет, нет, мне просто нравится помогать. Не самая хорошая черта характера. У тебя столько сил и амбиций. Где ты и где другие? Ты сможешь зарабатывать миллионы, проводить ночи с кучей поклонниц, гонять на крутых тачках, читать рэп. Что там еще оценится в обществе? Ты растеряешь весь свой талант, если будешь постоянно тащить кого-то на горбу. Застрянешь в бесконечной помощи другим и так не заметишь, как жизнь пролетит. Моя поддержка осчастливит людей? Наверное. Тогда пускай у меня не будет собственной жизни. Ну, это... И у нас есть выбор. Мы можем ответить, что это глупость или это благородность. А давайте мы возьмем и сохранимся. И, может быть, даже успеем посмотреть на все варианты. Ну, на самом деле, это, конечно, благородность. Какая это глупость? Это благородность с его стороны. Это похвально. Но ты все равно дурак. Блядь, ей вообще не угодишь никак. Она не знала, что когда Марин сидел в одиночестве и его никто не слышал, он часто повторял одну фразу. Жаль только, что я не умею помогать. О, урок. Самое время выброситься с третьего этажа. Жаль, что такой талантливый молодой человек дружит с такой нестарательной девочкой. Чую, она плохо на тебя влияет. До нее наконец-то дошло, что я развращаю хорошего мальчика. И как я вообще смею с тобой дружить? Не обращай внимания. Может, поговорим о, даже не знаю, географичке сегодня очень понравился мой пересказ параграфа. Меня тоже похвалили. Кто? Ну, продавщица. Я дала ей ровно без сдачи. Она сказала, что я молодец. Это было пару недель назад. Я запомнила. Она утыкается взглядом в парту и начинает фломастерами набрасывать что-то на листе. Оценишь рисунок? Смотри, это ты. Я выводила контуры, смешивала цвета. Здесь должны были быть глаза, а там губы. Жаль, что я совсем не умею рисовать. Но то, что, блядь, ты не умеешь рисовать, это мягко сказано. Это, блядь, за хуйня какая-то. Однажды в очередной раз вернув переулок, она решается. Все кажется сном, но кровь слишком отчетливо пахнет железом. И она понимает, чего ей не хватало в последнее время этого запаха. Как хорошо, что инцидент в прошлой школе был замят. На следующий день, распивая чай, она узнает новость, от которой впадает в ступор. Кружка зависает в воздухе примерно на 15 минут. Слышал, Марьи Ивановну уволили. Чья-то мама устроила скандал. Разве не хорошо? Не представляешь, как я рад? У нее было невероятно трудно получать пятерки, даже мне. Иногда я переделывал домашку по 10 раз. Она говорила, что не примет работу, если там есть хоть одно исправление. Порой я вообще думал, что постоянно 5 можно получать единственным способом подарить ей квартиру. Вау, у тебя бывают трудности? Неожиданно. Вообще, сегодня действительно прекрасный день. Она попрощалась, и я так многозначительно промолчала. Видел бы ты ее лицо. Хочу, наверное, сохранить его в памяти. Надо было сфотографировать и поставить на обои телефона. И как я раньше не догадалась. Хотя, немного печально, что она уйдет. Как думаешь, медведя могут взять учителем? Медведя? Да я вот думаю, что они уже вышли из спячки. И с нашим везением заменять будет именно медведь. Или даже тигр. Я думаю, временно поставят физичку. Ту разговорчивую. Это плохо. Никогда не знаешь, что человек может скрывать за излишней болтливостью. Да она боже дуанчик, я тебя уверяю. Часто спрашивает про мое самочувствие. Дает советы по правильному питанию. А она, добрый, хорошо объясняет. Да мне все равно. Это ничего не изменит. Двойки я получать не перестану. В одном Мария Ивановна точно была права. Гений и Лена – это антонимы. Вокруг темнота, но это не важно. Температура на улице падает, но Марина не берет дрожь. Разве рядом с ней может быть холодно? Хорошо сегодня. Та самая ночь, которая нас связала. И, наверное, это глупо, но сейчас я думаю об одном. У тебя такой замечательный смех. Я скучный человек, а ты всегда так интересно рассказываешь. Я иногда гадаю, как можно быть такой обаятельной. И глаза у тебя необычайно красивые. Еще скажи, что у меня трусы замечательные. Да, они тоже. Что? Ты их видел? На тебе все хорошо сидит. Брось, это бесполезное перечисление. Но ты... Может, станцуем? Я не умею танцевать. Я, честно говоря, тоже. Ну, я вообще мало всего умею. Так что, какая разница, чем заниматься, если все равно ничего не получается? Не умеешь? Ну, ты прекрасно танцуешь. Да, брось ты. Нет, правда? Ты просто не видел нормальные танцы. Ну, выглядит потрясающе. Не надо мне врать. Я... Лена, все хорошо? Почему у тебя глаза покраснели? И у нас есть еще один выбор. Прекрасно, сохраняемся вновь. Лена, все хорошо. Огрызнуться и люб... Ну, Марин, он тот парень, который не будет огрызаться, конечно. Мы все это спустим на тормозах. Да, я это... В общем, луна не в той фазе. Спасибо за все. У меня такое хорошее настроение. Придя домой, она громко вздохнула. Разозлиться на подобный пустяк? Она действительно плохая девочка. А зачем вообще злиться? Кто выдумал это ужасное чувство? Наверное, не самый умный человек, ведь без него люди были бы так счастливы. Не было бы войн, ссор, драк, конфликтов. Поедая макароны, кетчупом, она рисует улыбку. А еще и до безумия начали нравиться танцы. Она танцует даже поздней ночью. Соседи упрямо стучат по батареям. Голупые, злые люди. Они настолько мало знают о жизни. В школу Лена уже не ходит. Однажды она задергивает шторы и больше никогда их не открывает. Смена дня и ночи так утомляла. Солнцу вход воспрещен. Да и необходимости есть тоже придумал кто-то глупый. Вынужденные походы в магазин нагоняют тоску. Но даже выходя на улицу, она улыбается. Она давится дешевым пивом, глотает таблетки, долго смеется. Она не знает, какое сегодня число. Не отвечает на звонки и блокирует номера. Затем и вовсе разбивает телефон на стену. Он тоже напоминал о неудержимом течении времени. Слишком часто ей попадались новости об экзаменах. Ноги свисают с кровати. А на душе благодать. Что может быть лучше, чем днями лежать и смотреть в потолок? Я счастлива. Открыто концовок. Одна из четырех. Ну, вроде как она осталась жива. Подождите, что-то я не понял нихуя. У нас игра началась как бы с конца. Их там было двое. Потом появился третий нож. И, видимо, все закончилось поножовщиной. Тут какая-то концовка. Но мне кажется, она все равно долго не протянет таким образом. Потому что она совершенно ни с кем не общается. Она ни хера не ест. Только ждет пиво и закидывается таблетками. Максимум, максимум неделя. И как бы она там сойдет с ума. Давайте мы, знаете, что сделаем? Настройки. Настройки загрузим. И попробуем огрызнуться. Да. Я хочу огрызнуться. И, может быть, сейчас все и решится. Слушай сюда, магистр пифагоровых штанов. Любитель топоров, бабушек и преступлений. Ньютон ты, недоделанный. Чтоб тебе яблоком на голову упало. Мне твои комплименты уже поперек горла. Вспылила, вспылила девчонка. Не бери за то, чего не умеешь. Вранье это не твое. Он жалеет, что рядом нет ручки. Непреодолимо тянет ее пощелкать. Она наслаждается минутами тишины. У меня... Ну, у меня есть проблема. Недавно я понял, что мне нравится одна девушка. Никогда до этого не влюблялся. А тут на тебе. Не знаю, как себя вести. Сочувствую. Если уж у нас ночь откровений, совсем недавно поняла, что я лесбиянка. Правда? А как давно ты поняла? Минуты две назад. Они оба молчат, пока не оказываются у ее дома. Он машет на прощание, а она только кивает и медленно поворачивается к подъезду. Из его рта непроизвольно вырывается нервный смех. Что бы я ни делал, ты все равно ходишь с этим странным выражением лица. Ночным прогулкам приходит конец. Они молчат, даже когда сидят за партой. Лена лишь изредка вздыхает и пинает портфель ногой. Она не заговаривает первой, он тоже не решается начать диалог. Так хочется снова слушать ее шутки. Смотреть, как она мило дуется, пока он учит очередной параграф. Школу она посещает реже, а когда появляется, то все чаще глядит в окно. В последние недели и вовсе перестает приходить. Марин чувствует, что между ними возникла стена под названием лесбиянство. Ее нужно разрушить, а сделать это может только он. Лена вряд ли пойдет навстречу. Он долго решается и около 10 минут стоит у двери, прежде чем нажать на кнопку звонка. «Привет». «Ты хоть знаешь, что ты натворил? Ты отвлек меня от крайне важного занятия. Я считала трещины в потолке». «О, прости. Хотел спросить, как дела?» Сначала она хочет его выгнать, но потом понимает, что приход Марина ей только на руку. «Дела? Нормально. Недавно разговаривала с комарами. Им как раз требуется новая кровь. Проходи, что ли. Пойдем ко мне в комнату». «Хотя лучше постой пока здесь. Приберусь». Он, как верный песик, стоит. Ну, как стоит. Непослушная нога. Он только успокаивает одну, как начинает дрожать вторая. Как же сложно с этими ногами. А уж, когда подключились руки, он прислушивается. Может, он отвлечется. Тогда конечности перестанут дергаться. Дверь во вторую комнату закрыта, но он слышит два голоса. Мужской и женский. «Ты вроде говорила, что у тебя нет родителей. Там бабушка с дедушкой». «Неа». «А кто это, если не секрет?» «Сложно сказать. Я и сама не совсем понимаю, кем мне приходятся эти мужчины и женщины. Я их редко вижу». «Мам, я привела домой мальчика». «Тишина». «Пап, у меня в комнате 200 пакетиков героина». «Тишина». «Надо же. Я думала, он попросит поделиться. Как видишь, у меня действительно нет родителей». Он отрешенно смотрит в стену. «В ее комнате необычайно приятно. В ней нет ничего необычного. Серые стены, потрескавшийся потолок. Но само осознание того, что это ее комната». «Если тебя волнует то, о чем я думаю, то ответ крайне очевиден. «Ретроградный Меркурий». «Мне нельзя ходить в школу, когда ретроградный Меркурий». Он кивает. «Тема для разговора совсем не находится. Может, рассказать тебе что-то из биологии?» «Да уж, я точно неинтересный. Мне больше нравится химия. Уничтожение мира, там все дела». «О чем бы еще поговорить?» «Точно, экзамены уже послезавтра». «Я точно кину в тебя колпачок». «У него изо рта вырвается нервный смешок». «Это так странно». «Не знаю, ты часто угрожаешь, но это ни к чему не приводит. Я теряюсь в догадках. Сделаешь ли ты это когда-нибудь?» «И у нас есть еще один выбор». «Хорошо». «Что-то очень много выборов пошло». «Что делать? Кинуть колпачок?» «Ну, блядь, ну раз напрашивается, конечно, давайте прям в харю ему вот так вот бросим». «Ой!» «Видишь, я настроен решительно». «Боли что ли захотел?» «Мазохист проклятый». «Она подумала, сколько же она не знает». «Сидит здесь, как ни в чем не бывало». Не знает, как много минут она потратила на то, чтобы заточить нож и как сильно порой дрожат ее руки. Она задумывала это уже давно, хотя не была уверена, что доведет дело до конца. Но раз уж он сам к ней пожаловал, почему бы не воспользоваться шансом? «Точно, уже совсем немного осталось. Завтра последний день перед экзаменами. Может, в честь этого встретимся?» Ангельская улыбка. Марина отвечает такой же. «С радостью. Погуляем, да?» «Непременно». «Погуляйте, погуляйте. Теперь остается только ждать». Она качает ногами и едва сдерживает смех. Парень воодушевленно осматривает ее комнату. Вдруг она понимает, что кое-что забыла убрать. Таблетки. Марин разглядывает банку, со всей внимательностью, как-то нахмурившись. Она делает глубокий вдох, надеясь, что ее испуганное лицо он примет за возмущенное. И не находит ничего лучше, чем сказать. «Любишь брать чужое без спроса?» «Это витамины». Он кивает. «Понятно». Он узнает эти таблетки, но ничего не говорит. Она не должна понять, что он тоже когда-то их принимал. «Блядь, два сапога пара». В эту ночь они оба не спят. В голове Марина события прошлого складываются в единую картину. Он начинает подозревать. Лена же достает телефон и смотрит короткие видео. В один момент изображение резко ухудшается в качестве. В попытке наладить связь она подносит телефон к окну. Затем понимает, что расплывается не только видео. Ноги не держат, но схватившись за полку она хоть как-то сохраняет равновесие. Пальцы крепко сжимают древесину. Удар в висок. Кажется, будто голова столкнулась с чем-то тяжелым, но боль идет изнутри. Она падает на колени. Дотягивается рукой до двери. Произносит слово, которое почти забыла. Мама. Мама. Она надрывается в крике. Когда сил не остается, начинает скулить. Она вырывает руками куски обоев и бьет кулаками по обшарпанным стенам. Точно. У нее же нет родителей. Утром она просыпается на полу. Вот и все. Пора идти. Слушай, эта женщина, это случаем не наша медсестра? Наша, вполне. А мужчина с хвостиком не наш физрук? Нет, ты чего, даже не похож. Опять у меня зрение ухудшилось. И сама же смеется. Когда хочешь совершить нечто плохое, везде начинают мерещиться знакомые силуэты. Лена ведет Марина на мост. Тот убеждается, что ему не кажется. Он действительно понял ее замысел. Столь безлюдное место. Боится ли он? Конечно. Он изгрыз все ноги, пока думал об этом. Ему хочется убежать, но это ничего не решит. Рано или поздно она попытается вновь. Одиннадцать лет так быстро пролетели. Какая жалость. Никаких больше тараканов в столовой. У вас они были? Чего у нас только не было. Мыши, пауки, учительница русского. Изучали животных на практике. Ну, самые страшные тараканы были у меня в классе. Девочки в подростковом возрасте это просто ужас. Столько сплетен и обид друг на друга. Мальчики, впрочем, тоже не сахар. Ох, как мы за них сражались. В седьмом классе мне нравился мальчик, которого звали Семен. Еще у меня была одноклассница Алиса и однажды она сделала то, что я не смогла ей простить. Она на него посмотрела. Я немедленно вылила ей наглоуманную кашу. Земля Алисе пухом. Эх, что уж говорить про младшеклассников. Бегают, вопят такие маленькие пищащие тараканчики. Смотрю на них и думаю, мы тоже были такими. Точно, признайся. Ты дергал девочек за косички? Ну, секрет. Значит, дергал. Вот негодяй. Жестокие мальчишки. Как много девичьих слез на вашей совести. Зато, когда я повзрослела, справедливость восторжествовала. Мальчики начали отращивать волосы. Уже я дергал ей за косички. Как можно непринужденно болтать, когда в голове у обоих ужасные мысли. И ведь я никогда больше не встречусь здесь первое сентября. У меня сейчас такое странное чувство. Словно теряешь часть себя. Грустно. Зачем грустить? Для тебя это дверь в светлое будущее. А для меня конец. Она замирает и смотрит Марину в глаза. Но кто сказал, что я должна просто молча терпеть и ждать? Марин решается. Он понимает, что дальше может быть уже поздно. Я все знаю. Она с ужасом отшатывается. Так значит, он догадался? Не надо. Пожалуйста. Я не уверен. Есть догадки, но не надо. Ее фразы связаны уверенно и с выражением. Будто в фильме. Стыдно признаться, но она даже репетировала перед зеркалом. Почему не надо? Боишься, что тебе будет больно? Правильно. Бойся! Она поднимает нож. Страшно? Смотри внимательно. Лезвие такое острое. Она уже пробовала, видела, как хорошо она разрывает плоть. Она машет ножом перед его лицом, размахивается, резко застывает. Пытается пошевелить рукой, но не получается. Обхватывает нож второй, но и ей больше не может пошевелить. Какая же я бесполезная. Я даже этого не могу сделать. Девушка начинает дрожать. я так давно хочу убить себя. Так давно, что я даже не помню насколько. Интересно, когда я задумалась об этом в первый раз? Когда же вся моя жизнь стала существованием от истерики до истерики, с вкраплением шуток и попыток казаться веселой? Она долго стоит и молчит. только это позволяет Марину собраться и отойти от цепенения. А те таблетки не помогают? Это просто успокоительные. Как видишь, сегодня я все-таки стою на мосту. А еще у меня нож в руке. Забавно, правда? Она продолжает стоять. Все расплывается. Наверное, сейчас она упадет в воду, но не по своей воле, от усталости. Какая разница? Это наконец-то закончится. Скажи, ты мне веришь? Она смотрит в пустоту, хочет огрызнуться, но понимает, что сил не осталось. И медленно кивает. Она пытается успокоить бешено колотящееся сердце. Он должен ради нее. Еще вчера он чувствовал себя обычным старшеклассником. Сегодня в его руках была целая жизнь. Марин аккуратно тянется к ножу. Отдашь мне? Она не реагирует, даже когда он начинает разжимать ее пальцы. Теперь обе ее руки пусты. Так, сейчас мы пойдем к тебе. Соберешь вещи, одежду, зубную и щетку, в общем, все, что сможет понадобиться. Потом ко мне. Побудешь пока у меня слабый кивок. Придя домой, она отправляется в комнату отца и матери. Вспомнила? Она вспомнила? Именно здесь она почувствовала запах крови в первый раз. Здесь она впервые порезала руки. Она ощущает пристальный взгляд, пока собирает вещи. На это простое дело уходит вечность. С той же медлительностью она идет вслед за ним. Не знает, почему продолжает идти. Кажется, даже если бы ей предложили прогуляться подозрительного вида мужчины или вовсе человек с взрывчаткой, она пошла бы и за ним. Она не разбирает дороги, она не поднимает голову. Видит только, что пол сменился. Она в его квартире. Марин оставляет ее в гостиной в самом на его взгляд безопасном месте. Сам идет к матери. Эх, какой взрослый стал. Раньше бездомных котят в дом таскал, а теперь с невестой пришел. Так, нет времени объяснять. Не давай ей острые предметы, особенно ножи. А еще за ней нужно непрерывно присматривать. Ты ее что, похитил? Не буду я за ней присматривать. Там мой любимый детектив начинается новая серия. Никаких сериалов, иначе труп будет не только в телевизоре, но и у нас дома. Так даже лучше. Всегда хотела провести расследование. Мам, я серьезно? Она только что хотела зарезать себя у меня на глазах. Позвоню в скорую, надеюсь там скажут что делать. Может ее госпитализируют. Следи за ней. Ладно. Ты прости, сынок, я просто к подобным вещам так уж привыкла. Итак, кто тут у нас? Привет, моя дорогая гостья. Девочкам в твоем возрасте нужно много кушать. Хочешь борща? Сейчас налью. Мы с сотрудницами недавно спорили, как правильно готовить борщ. Кто-то мясо кладет, кто-то нет, кто-то предпочитает есть сметану и отдельные личности с майонезом. Одна даже оливки туда добавляет. Гадость шли, но я-то знаю, что мой борщ самый лучший. Ты кушай, кушай, у нас в холодильнике еще две кастрюли. Нихуя мать ты там на кого наготовила? У вас семья из десяти человек? Не волнуйся, мой дорогой мальчик тоже был трудным подростком. Свой переходный возраст чего он так и не творил? Марин возвращается. Я закончил то, что делал. Можешь идти к своим полицейским? Ура! Телевизор, жди меня! На макушку Лены приземляется рука и нежно проводит по волосам. Все будет хорошо. Девушка медленно ковыряет ложкой в тарелке. Слушай, твоя мама сказала, что ты был трудным подростком. Что она имела в виду? О, это в прошлом. Мне стыдно, я не люблю об этом рассказывать. Я второгодник. Два раза оставался в 10-м классе. Меня не хотели переводить, знали, что я не сдам экзамены. Я ведь действительно ничего бы и не сдал тогда. И я оставался. А потом у меня в мозгу что-то щелкнуло. Опять одна из моих скучных историй. Да уж, рассказчик из меня никудышный. Лена! Лена, почему ты плачешь? Я хочу жить. Открытый концовок два. Слушайте, вот это прекрасная награждение этой визуальной навылы. Вот, видите, ребята, самое главное, чтобы рядом с вами был нужный человек, который наставит вас на путь истины и поможет вам, чтобы вы хотели жить. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!